Вечер добрый, друзья! С вами Священник Константин Мальцев, прямой эфир. Как обычно, воскресенье, 21 час. На этой неделе задавали ряд интересных вопросов, как в прямом эфире Байшки онлайн, и в смс-сообщениях, ну, достаточно очень много интересных. Один из таких вот интересных вопросов, который мне понравился, даже как-то так задумался над ним, был таков. Взяли восприемники, то есть куман, мужчину и женщину, но кум стал проявлять внимание, такое мужское, скажем так, к родной матери ребёнка. Возник вопрос у родной мамы. Можно ли поменять кривого отца? Что делать в этой ситуации, если он каким-то образом намекает на какие-то отношения? Ну, она, естественно, замуж, и ей это не нужно. Ну, давайте отвечу ещё раз на этот вопрос. На самом деле, в принципе, менять, не менять не нужно. В принципе, такой крёстный родитель вообще не нужен, поскольку он уже всех вводит своих родственников духовных, какой же тем паче он даст духовное воспитание ребёнку, и какой пример, кроме погибели, скажем так, духовной. Поэтому замечательно, что в этой ситуации два крёстных родителя, и крёстная мать, дай Бог, даст достойное духовное воспитание, как помощь родным родителям. Поэтому менять или прикрещивать ребёнка, или менять родителей крёстных, это не нужно, бессмысленно. Ну, давайте теперь начнём отвечать на ваши вопросы, если таковые есть. Немного у нас подсоединилось в эфир. Давайте, если у вас есть вопросы, с радостью отвечу. Здесь, по крайней мере, с этой страницы личной я смогу на каждый вопрос ответить более расширенно, потому что даже физически бывает в группе онлайн не успеваешь всё ответить, а ученик, да, хочешь. Замечательный проект, много хороших священников, которые ответят на вопросы. Ну, просто там не успеваешь. Там тысячи людей смотрят эфир и задают вопросы. Валентина, самая активная участница наших эфиров с очередными вопросами. Добрый вечер, Валя. Суд Божий над Иерархами и над Миряемой разный или нет? Суд Божий, в принципе, один над всеми. Другое дело, что с Иерархов, церковнослужащих, скажем так, священнослужащих, спрос гораздо больше, потому что они отвечают не только за свою жизнь, за свою душу личную, но и за души тех, которые спят у них за спинами, за ту пасту, которая им верена. И, естественно, и наша задача, как Иерархов, привести к Богу, не к себе, не к своей какой-то гордынице, а к Богу для спасения. Поэтому, конечно, с нами больше, Господь спросит, поскольку больше и дал. Одномерянам, естественно, сначала по добродетелям, Господь спросит, как мы помним в Священном Писании, Он рассказывал, где вы были, когда я был нах, боли, темницы. И вот всех от малых, кому сделаем, значит, и горду сделали. Ну, а если не останется добродетель, то по грехам. Давайте, прошу прощения, давайте дальше. Есть следующий вопрос. Здравствуйте. Как быть, если муж против того, чтобы я ходила в воскресенье в храм? Я не раз сталкивался с такой ситуацией, когда супруг чаще всего, к сожалению, был против. Но очень можно мудро поступить. Если вы не навязываете ему веру, а всячески подчеркиваете, что храм вам дает возможность более с любовью и уважением относиться к вам, то есть именно я имею в виду к мужу. Поскольку муж – это глава семьи, то подчеркиваю, что вы ходите, молитесь о семье, супруги, чтобы быть более твердой в вере, быть более любящей для него. Я думаю, ни один благоразумный муж не будет против этого. Если он хочет валяться на диване в воскресный день, а вы его не обслуживаете, как кухар, как уборщица, ну, это тяжело. Такого мужчину тяжело назвать мужем, потому что муж – это глава семьи, а не тот, который валяется на диване. Муж – это тот, который и в воскресный день, в выходной ухаживает за домом, думает, как лучше сделать дому семье. А есть это достойному, что он вместе с вами в храме, как помощник и главный пример, а не вытянете его. Ну, все равно мужа нужно любить, ценить, порой покоряться, смиряться. Что означает для православного человека терпимость к другим религиям? Вы знаете, такой терпимость. Есть такое выражение – толерантность. Вы знаете, я скажу, как святые отцы говорят, в частности, Иоанн Крестьянкин так сказал. Мы не хотим победы над другими вероисповеданиями. Мы искренне молимся о них и надеемся, что Господь приведет их в лоно церкви, и они не найдут этот путь к спасению, потому что он единственный, через которого можно прийти к Богу, а Господь примет его. Поэтому, как можно относиться с любовью? Господь показал любовь, и мы должны к ним, потому что они, к сожалению, потеряли тот путь, или заблудившись, не могут его найти. Мы должны провести не терпение, а любовь. Терпение – это когда тебя кто-то раздражает, тебе неприятно с ними, но как минимум, они не раздражают, они вызывают сочувствие, что они еще не на том пути, который нужно идти. Как часто можно соборовать тяжело больного человека в течение одной болезни? Давайте скажем, что чаще все соборуются в посты. Если это больной человек, можно соборовать его, конечно, и на дому, в том числе. Как часто? Ну, я думаю, тут в зависимости по усмотрению священника, который уже его соборовал, исповедовал, причащал. Поэтому, я думаю, тут очень индивидуально нужно смотреть, сколько, как часто. Потому что соборование, в первую очередь, это молитва к Господу о врачевании не только тела, но и души человека. Порой нужно более каяться, чтобы меньше грехов у нас было. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, Леночка. Сколько раз в год должен причащаться православный христианин и как это отражается на нашей душе? Минимум четыре раза в году. Так же, в принципе, как и о соборовании я сказал. Но в идеале и отцы говорят, что каждый месяц. Они говорят, что кто причащается, исповедуется, реже, чем раз в месяц, того душа и тело славнят, и лукавый может сотворить с ним все, что угодно. То есть, раз в месяц это в идеале. По усмотрению священника, духовника, может, в принципе, и чаще, если есть в этом необходимость. но по самочине, самоволею, скажем так, хочу каждый день, хочу каждую неделю, лучше этого не делать, потому что вы уже проявляете гордыню, а не послушание. А в послушании мы проявляем смирение. Столько смирения, можно угодить Богу и победить грех и лукавство. в разных религиях по-разному относятся к животным, как в православии. Ну, понятие, фу, как к православии относятся. Это творение Божие. Безусловно, безусловно. Мы должны любить все с Богом связанное. Конечно. А для чего животное сотворение? Как служить человеку? Человек венец всего товарного, скажем так, видимого мира. Как к животному относиться? Без фанатизма. Я однозначно не сторонник давать человеческие имена животным, потому что это уже принижение, скажем так, святого имени, которым нарицают человека. всякий шарик, бобик, мурсик, музик и тому подобное, это одно дело. А когда человеческими им называют, это уже такое пренебрежение, которое поражает другие грехи, когда больше животное любят, человека. С любовью беречь, но и не переходить грань. каким образом решается в честь кого-либо какого события следует строить храм? А, наименование храма имейте ввиду, в честь кого освящается. Ну, тут по-разному бывает, ну, как пример, да, разрушили храм в годы, вот, я служу в станице Ленинградской, лирическое название Уманское. Вот, старый храм в честь трех святителей, Василия Великого Грибы, Славиана Златоустого. Его разрушили, и вот, когда построили новый храм, также в честь трех святителей назвали его. Это один вариант. Второй вариант, допустим, смотрят, там, может быть, какие-то есть уже святыни для этого храма приготовленные, ну, прямо с Перидона Тремифутского, там, сапожок, привезли с Греции. То есть, может быть, к этому событию, может быть, вообще, вот, однозначно, можно предложить разные намевнования, но, однозначно, уже архиерей, правящей епархией, будет решать, в честь кого, так или не так, уже, это его, так сказать, прерогатива, в честь кого будет освящаться храм. Ну, бывает, по-разному, вот, к примеру, если это больница, то в честь кого-то, такого, духовного врача, например, Целитин Пантелеймон, Лукаев Осинецкий, Крымский, там, ну, и других. Поэтому, тут, при ЗАГСе рядом, допустим, это, Петра и Феврония, Гурия Самуня, Авиев, военно-части, Георгия Победоноса, Александра Невского, то есть, вот по такой еще логике может быть, в честь кого могут осветить тот или иной храм. Следующий вопрос. Господь сказал, любите врагов ваших, да, как их можно любить, если они сделали больно? Как их можно любить? Как Господь возлюбил всех, тех, которые его распинали? Практически ни за что распинали. Как он их любил? Любил сердцем и просил Отца Небесного, чтобы он их не покарал. Но, тем не менее, скажем так, где-то предрешено было Израиля, города, судьба, если можно так сказать, в православии нет судьбы, но, тем не менее, что посели, то и пожали. Поэтому, конечно, молиться о них, потому что претерпевший до конца спасется, как Господь сказал. В неновости нету награды, в неновости есть пагуба души. Кроме среды и пятницы, есть ли какие-то правила в пище разрешенные и запрещенные продукты. Допустим, некоторые еще постятся в понедельник. Относительно пищи мы постимся относительно скровного, молочного, яиц, все, что растительным, дозволительным. Есть, допустим, постный майонез, постное масло, массу продуктов, которые именно постные. если мы берем не питательный, а именно духовный смысл, то пост это не столько воздержание в пище, это как помощь, такой дополнительный момент, а все-таки пост это воздержание языка, воздержание каких-то ненужных действий, допустим, даже, можно сказать, близость физической мужа и жены, если мы готовимся к причастию, то мы воздерживаемся от супружеского ложа, то есть вот тоже пост, пост не курить, не пить, то есть это определенный духовный подвиг, который мы несем не ради свои слова, а ради спасения души в боке, потому что этим самым воздерживать дреха, мы приходим к госпу, и чем ближе мы к нему, тем меньше у нас проблем в жизни, тем меньше болезней, ну, если по большому счету, болезнь тоже это определенное попущение Божие для нашего врачевания, потому что иногда мы в таком духовном жиру заплываем, что нас иногда нужно трухануть, далее, встретились ли вам страны грехи, встречались ли вам страны грехи, которые действительно преобразились, которые действительно преобразились, может быть, изменились, покаялись в них, может быть, так, ну, допустим, я знал человека, который 12 лет был наркоманом прямо на игле сидел и благодаря господу покаянию он справился с этим сегодня он не наркоман был у него срывов вина и алкоголизм но из этого он слава тебе господи вышел греха и сегодня у нас к линию пока нет у вас семьи но есть уже машина то есть он уже работает у него другие цели с помощью бога да он вышел с этого греха избавился от него и счастлив слава тебе господи я имела ввиду экзотические продукты морепродукты и деликатесы но морепродукты принципе креветки такие безмозговые дозволительно нам кушать деликатесы деликатесу рознь можно и отравиться всяких деликатесов поэтому пост чем проще тем лучше святые отцы говорят где просто там ангелов собственно то есть больше стади мудрено там ни одного поэтому я думаю что в пост лучше что-то больше растительного круп каши и тому подобное так ну что далее ваши вопросы так что отвечу человеку если он думает что после смерти ничего нет что ответить человеку если это умный человек который пытается здравомыслить то ему можно привести в пример людей которые испытали клиническую смерть их не десятки не сотни а тысячи и и эти люди могут свидетельствовать о том что все таки жизнь есть после смерти и он согласится с этим если он ну крайне такой безграмотный глупый человек то в принципе ему и доказывать ничего не нужно потому что это пустая трата времени он не столько хочет узнать и поверить что что то есть после смерти сколько больше посмеяться над вами потешить свою глупость и гордыню поэтому не нужно просто тратить на этого человека время и свои душевные силы поэтому нужно посмотреть насколько благоразумный человек господь не зря сказал слышащий да услышит имеющие уши да услышит ну иногда не все слышат и хотят это услышать следующий вопрос если таковой есть радостью отвечу так следую спасибо батюшка у меня вопросов нет валентина я вас тоже искренне благодарю за хорошего вопроса вы как всегда молодец задаете много интересных вопросов сейчас я чуть-чуть секундочку открою тоже вопрос который мне задавали еще в другом месте сейчас секунду терпения чтобы вам быть еще полезным вот открываем значит на этой неделе еще мне письменно задали такие вот вопросы так еще вопрос является ли малодушием не вступать в спор с агрессивным настроенным атеистом я не знаю что у меня я знаю что у меня нет компетенции и силы духа переубеждать людей зато вступая в спор я думаю я даю лишний повод по богохульцевать и сама это слушаю в итоге оба грешат ну вот этот хороший вопрос по сути если нету сил лучше промолчать по крайней мере более умными будем выглядеть а если как минимум когда вам сказали что вот то 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 вы не знаете как вопрос да я не знаю признайтесь честно но нужно этот человек нужен для нас потому что он дает нам цель нам дает путь в чем нам образовываться быть умнее поэтому если вы не можете ответить одна агрессия сказать я не знаю простите христа ради но отвечу вам однозначно следующий раз марина благословите бог благослови бабушка к господа шла помолитесь за написан александр саса небесный чпакой ну хорошо друзья полчаса я рад был уделить вам время внимание благодарю за ваши хорошие вопросы особенно благодарю валентину который сегодня опять-таки было активно и много вопросов задавала храни вас господь божьей помощи на предстоящую седмицу читала к сейчас секундочку я читала к слава богу за все и так говорится про лица умеет что они светятся радостью да можете даже вот в интернете забить фотографии умерших праведников или святых и вы однозначно увидите радость на них лицах а это радость от того что они встретились безболезненно непостыдно со господом не замечали раньше ну да на самом деле то есть смерть это не констатация нашей кончины смерть это личность которая отделяет душу от тела а вот успение правильный термин в православном в православном мире это значит что мы уснули для временной жизни но дай бог чтобы мы проснулись для вечной спасибо вам за ваши вопросы храни господь рад был с вами пообщаться аминь с вами был священник константин мальцев буду рад вас видеть на youtube канале боголюб православный youtube канал всего доброго дай бога